Однажды ко мне на передачу «Собеседники» приходила одна дама – кандидат наук, доцент, специалист по дифференциальным уравнениям. Но говорили мы с ней не о дифурах этих милых пушистиках, а о её предке Чингисхане. Моя гостья была чингизидом, то есть потомком Чингисхана. Она передала мне мнение, согласно которому миром могут управлять только чингизиды. Сам Тамерлан очень расстраивался, что он не чингизид. В конце концов, две самые большие мировые державы – Россия и Китай – это два улуса империи и её предка, простиравшейся от Тихого океана до Адриатического моря, от вечной мерзлоты Северной Евразии до тёплых вод Индийского океана. Мы – наследники его славы. Когда меня не пускают в зал театра после последнего звонка, мне хочется надеть свой засаленный малахай, сесть на низкоростную лошадёнку, и чтоб в моих узких глазах отражался огонь пожаров. Моя гостья рассказала, как велик был её предок и его воины, которые, по словам Уэллса, научили европейцев военному делу. Помните, во времена завоевания крестоносцев европейские рыцари никак не могли справиться в Палестине с ассасинами. Так вот, монголы с ними легко справились. Вот как. Когда Чингисхан завершал завоевание Китая, ему нужно было нанести неожиданный удар на юге этой страны. Но как сделать так, чтобы подобраться неожиданно, проведя войско через густо населённую страну? Монгольское войско прошло по малонаселённому крайнему западу Китая, истребляя всех, кто встречался на его пути, даже животных. Чтобы никто не смог предупредить противника о приближении монголов. Эта история вспоминается мне в связи с нападением японского флота на американскую базу в Пёрл-Харборе, которая случилась 7 декабря 1941 года, то есть 75 лет тому назад. Тогда японский флот в режиме радиомолчания подбирался к своей цели, имея приказ уничтожать все суда, которые могут встретиться на его пути. После вероломного японского удара по Пёрл-Харбору США стали официально участвовать в мировой войне. История официального вступления США во Второй мировой войну весьма поучительно и загадочно. В американском народе всегда были сильны изоляционистские настроения. Американцев всегда интересовали дела внутри страны, а всякие заокеанские события представлялись им чем-то внешним, к чему их страна не должна иметь никакого активного отношения. Я помню, как в годы моей молодости Америку сотрясали, по крайней мере так в «Комсомольской правде» писали, сотрясали выступление против войны во Вьетнаме, в которую Америку завели при президентах из демократической партии. В 1941 году в президентовском кресле был демократ Франклин Долано Рузвельт, который был сторонником вовлечения Америки в войну против Германии. Штабы вовсю составляли планы, но никто на Америку не нападал. А без этого в масштабные боевые действия Америку не вовлечь – США страна с давними демократическими традициями, да еще и с опытом революции. Но Рузвельт и его коллеги, занимавшиеся международными делами, были намерены втянуть Америку в мировую войну. В августе 1941 года Рузвельт и Черчилль подписали Атлантическую хартию, положившую начало созданию антигитлеровской коалиции. Вашингтонские эмиссары зачастили в Москву с вопросами, что может поставить Америка, чтобы Россия продержалась в войне против Германии, пока в Европе нет второго фронта. В 50-е годы, в эпоху маккартизма, когда сенатор Маккарти искал в Америке пособников коммунистов, задним числом выдвигались обвинения против администрации Рузвельта в том, что она для помощи коммунистам втянула США в мировую войну. В действительности, политика администрации Рузвельта была на это направлена. Был принят закон о ленд-лизе, по которому Великобритания, Китай, а позже Россия стали получателями американской материальной помощи. Япония вынуждена была вести с США бесплодные дипломатические переговоры о возобновлении поставок металлолома и нефти. Японии было понятно, что дорогу к южноазиатской нефти ей придется пробивать силой. И Рузвельт ждал, когда Япония поскользнется. Это его выражение. И вот солнечным утром 7 декабря 1941 года состоялся налет японских самолетов на базу американского флота на Перл-Харборе. Самолеты взлетели с подошедших авианосцев, они повредили несколько линкоров, но ни одного авианосца в базе не оказалось. Все они тем временем выполняли какое-то задание на границе Тихого и Индийского океанов. Во время войны ошеломляющие подробности этой трагедии не стали достоянием гласности, однако несколько секретных комиссий за время войны успели поработать над этой загадкой. После войны стали выходить наружу все новые и новые подробности. В роковое утро проходило пробное включение радиолокационной станции на одной из возвышенностей острова. Станция должна была быть отключена непосредственно перед налетом. По плану так было положено. Однако операторы замешкались и увидели на экране радара групповую воздушную цель, идущую на Перл-Харбор. Они доложили куда следует, а им приказали немедленно отключить аппаратуру. Как не скрывала президентская администрация факт раскрытия японских шифров, но он стал известен всем. Оказалось, что американские мастера тайных дел проникали в помещение японских дипломатических миссий и копировали там шифровальные книги и шифровальные машины. Поэтому все дипломатические телеграммы сначала успевали расшифровать проворные американские шифровальщики, и лишь спустя несколько часов их текст читали японские дипломаты. Незадолго до Перл-Харбора президент Рузвельт приказал все перехваченные материалы отправлять ему в виде первоисточников, а не в виде аналитических обзоров. Перед 7 декабря японские дипломаты в Вашингтоне получили инструкции, что они должны уничтожить шифровальные книги шифровальной машины и всю секретную документацию к указанному в телеграмме времени, а руководитель миссии должен был вручить резкую ноту правительству США как раз в момент начала налета на Перл-Харбор. Все это и текст ноты были известны американскому руководству, но оно не отдало никаких распоряжений о подготовке к отражению нападений. Может быть потому, что упреждение нападения могло привести к его отмене? Сообщение командованию в Перл-Харборе было составлено в самых общих словах и было отправлено самой малой скоростью, так что оно было получено уже после окончания налета. Японские адмиралы и рядовые летчики были уверены, что все авианосцы находятся на базе. Ведь за базой во все глаза следил японский консул на Гавайских островах, регулярно с шифром посылавший свои отчеты. Их что, кто-то исправлял на телеграфе? А ведь мог. Было много вопросов, но ответов на них так и не последовало. Как и при расследовании убийства Джона Кеннеди, неожиданно гибли важные свидетели и уносили с собой тайну. Кстати, в одной из закрытых комиссий по расследованию работал Уоррен, тот самый, что был председателем комиссии по расследованию убийства Джона Кеннеди. Позвольте я порассуждаю в духе маккартизма. Кому было выгодно вступление США в войну на стороне Великобритании и ее тогдашнего союзника СССР? Чувствуете? А кому было выгодно объявить психопатами, одиночками убийцу Кеннеди Освальда и убийцу Освальда Якова Рубинштейна, то есть, простите, Джека Руби, Освальд долго жил в Минске, был женат на русской, а Рубинштейн выходит из Белоруссии. Никто не отрицает, что Освальд перед своим преступлением посещал посольство СССР и Кубы в Мехико. Только вот так посетил их этот психопат-убийца-одиночка, что американская служба наружного наблюдения в Мехико не зафиксировала этого факта. Получается, что встречи были конспиративными, а стало известно о них только потому, что телефоны посольств американцы прослушивали. Так с психопатами не встречаются. Понятно, что Озарни Кеннеди по понятиям заслужил пулю, при нем американская разведка готовила многочисленные, но неудачные покушения на Фиделя Кастро. В ходе одного из этих покушений должны были погибнуть советские космонавты, посещавшие Гаванну. Про высадку команды с бухти свиней на Плайе Херон вообще можно не вспоминать. И косить свечку, призывая вас подписаться на мой блог и тщательно его лайкнуть, но уже в темноте.